Книга «Открытым оком», пятый том, тема «Богослужение», вопрос 1426. Почему в Великий пост такие длинные утренние службы? И почему не читается Евангелие? Как и когда вошел в Великопустную службу канон Андрея Критского? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Назначение Великого Поста – подготовить тела и души верующих к встрече страшного Христово пришествия при всеобщем суде, а не только праздника Пасхи, Светлого Христового Воскресения. После провозглашения христианской религии, господствующей, когда принадлежность к ней стала давать выгоду, в церковь вхлынули огромные массы номинальных, невозрожденных, не переживших встречи со Христом христиан. Точно таких же, каким сегодня наполнена Православная Церковь. Нужно было бить тревогу, криком кричать, что церковь омертвела почти вся, сделалась пришлужницей императора и господствующих классов. Но это видели только отдельные христиане, и они или бежали в пустыне, скрывались за монтонастырскими стенами от всепоглощающего дымного надмения мира, или начинали изыскивать разные способы, хоть как-то приблизить эту массу людей к Богу, привести их к раскаянию. Вот одним из таким и был, вероятно, Андрей, архиепипскоп Критский, 637 год по 712. Был другой святой, преподобно-мучник Андрей Критский, умученный иконоборцем-царем Капронимом 17 сентября 767 года, демь его памяти. В житии его говорится о том, как Андрей боролся за почитание икон. Он и составил покаянный канон на основе библейского события. Каждое событие Библии, на которое он обратил внимание, а таких он взял 204, начинается со словами «Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Согласно смысла покаяния, должно было быть наоборот. Сначала припоминать какое-то событие и, взирая на него, привести себя в чувство покаяния, как бы будучи участником того события. Лука, 17 глава, 30 стих «Вспоминайте жену Лотову». То есть сначала нужно припомнить события, приведшие к крушению того, о ком говорится в нем, уразуметь происшедшую трагедию, как с Адамом, Давидом, и потом, применяя это услышанное к себе, мысленно сказать «Вот так я и я согрешил. Помилуй меня, Боже, помилуй меня». Молитвы бывают трех видов. Первая, начальная, просительная. Филиппийцам, 4 глава, 6 стих «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Иоанна, 16 глава, 24 стих «Да ныне вы ничего не просили во имя мое. Просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна». Иоанна, 16 глава, 4, 3 «Просите и не получайте, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Это и есть самая примитивная детская молитва «Дай хлеба, дай здоровья, дай успеха, помоги спастись». Вторая ступень «Молитвы более возвышенные. Благодарственные, когда человек все принимает как дар, радость и скорбь, рождение и смерть». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 18 стих «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе». Иова, 2, 10 «Но он сказал ей, ты говоришь, как одна из безумных, неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?» Во всем этом не согрешил Иов устами своими. Это молитва рожденных свыше, молитва стремящихся к совершенству, молитва, украшающая путь в Царство Небесное, приготовляющая человека к ободоблению Богу. Первые два вида молитвы возможны и на небе до страшного суда. Откровение 6, 10 «И вы запили они громким голосом, говоря, да коли, владыка святый и истинный, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу». И третья, самая возвышенная молитва – «Словословие», уподобление ангельским чинам. «Человек ничего не просит, он все принимает и целует руку дающего, и восхищается совершенством Создателя. Свят, свят, свят Господь Саваоф. На небе будет только этот третий вид молитвы – «Словословие». Откровение 19, 4 «Тогда дожди». 24 старца и 4 животных пали и поклонились Богу, сидящему на престоле, говоря «Аминь, Аллилуйя». Откровение 19, 6 «И слышал я, как бы голос многочисленного народа, как бы шум ввод многих, как бы голос громов сильных, говорящих «Аллилуйя», ибо воцарился Господь Бог Вседержитель». Святой Андрей Критский был порождением своего времени, нес отпечаток состояния церкви того времени. В это время, как говорят все жития, в церкви было тепло-хладное, лаудикийское состояние. Откровение 3, 15 «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч». Откровение 3, 16 «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих». Святой Андрей, как и блаженный Феофилакт, мучился, взирая на своих посомах. И эти его мучения выразились в покаянном каноне, которым он пытался пробудить душу людей. В это время в церкви практически всюду господствовала первая часть молитвы, просительная. Из жизни церкви практически исчезла радость спасения спасенного грешника. Поэтому из каждого библейского события Андрей Криский извлек только вопль кающегося грешника, непримиренного со Христом. Этот канон написан практически для оглашенных, для незнающих радости и искупления. Во всем его каноне звучит одна голестная струна «Я погиб, но есть надежда, что Бог может меня помиловать». Он перечисляет в каноне такие грехи, о которых в церкви не должно было бы и быть и речи. Весь канон его есть реквием на первой ступени, начальной, просительной. И только иногда прорывается благодарность, то есть попытка достичь второй ступени. Когда же он устремляется к третьей ступени словословия, то совершенно никак не связывает это по смыслу со всем каноном, с библейскими событиями. По замузлу же, возрожденного свыше человека, христианина, согласно духа Нового Завета, его творение должно быть разбито как минимум на три части и по продолжительности растянуто не менее, как на весь Великий пост. Из каждого события, и очень часто надуманно, он буквально выжимал дух покаяния, применительно к своим слушателям-молельщикам. Хотел он того, чтобы этот канон читался в первые четыре дня на первой неделе поста весь целиком, разбитый на четыре части, и тем более за раз на одном богослужении на пятой неделе поста в среду вечером в Марье Настояние, кавычку. Этого мы уже никогда не узнаем. Если это был его замысел, то он был не только неверен, но и порочен. Святой Иоанн Златоуст, только издесняя заглавие книг «Деяния апостолов», говорит «Шесть проповедей», каждая из которых продолжительностью два часа. Протестант Ярл Пести составил целую книгу из своих проповедей, посвященных грозному пророку Ильи. Здесь же в быстром темпе мелькают 204 библейских события от бытия до откровения, от Адама до Антихриста. Даже зная Библию наизусть, невозможно настроить свой ум, разум на несколько строк, в которых в сжатом виде говорится о Сауле. В других строчках о Давиде и так далее. Если этот канон призначался для чтения за раз на одном богослужении, и потом этот канон не читался в течение года, считая, что случайно зрители и прохожане ознакомились с содержанием Библии, то этот канон выполняет роль отмазки, что будто бы дело было сделано, все знают Библию. Учитывая то, что тогда Библии у народа вообще не было, стоимость одной Библии равнялась 20-летнему труду рабочего. И читая проповеди Златоуста, мы совершенно точно можем сказать, что все эти 204 события, вспоминающие в каноне, напирающие одно на другое, были народу неизвестны. Стоящие в храме прицеплялись к словам «Помилуй меня, Боже, помилуй меня», как и ныне. Таких ныне в храме 100%, считая священников, архиерея и патриарха. Почему за 1300 лет после составления канона никто из верующих архиереев, богословов не подверг этот канон такому рассмотрению? Каждое библейское событие несет в себе информацию о том, как это было и как должно было быть. Иначе сказать, из каждого события можно выжать просьбу первой ступень, благодарение вторая ступень и словословие третья ступень. «Неужели никогда в церкви за 1300 лет не было прослойки людей, примирившихся со Христом, уверувших в Него всем сердцем, о тех, которых Писание говорит так?» Послание филиппийцам 1.21 «Ибо для меня жизнь Христос и смерть приобретение». Филиппийцам 2.5 «Ибо вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Галатам 2.20 «И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божий, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Римлянам 8.15 «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва-Очи». Галатам 4.6 «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына своего, вопиющего, Авва-Очи». Мы можем попытаться проникнуть в полноту возможного замысла святого Андрея Критского. Второй канон его мог бы быть благодарственным, основанным на тех же библейских событиях. И третий канон «Песнь и словословие», основанной точно так же на тех же библейских событиях. Пример. Он упоминает об Ионе и Ниневии, о его непослушании. Смысл этого события в том, чтобы мы не были такими непокоривыми, такими распутными, как не-ни-невитяне. «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не убегал от лица Твоего, как Иона». «Помилуй меня, Боже, помилуй меня, чтобы я не жил, как эти грешные ниневитяне, не отличившие правого от левого, хотя их было сто двадцать тысяч там». Второй канон на второй благодарственной ступени должен был быть составлен, и сегодня еще не поздно это сделать, на те же самые библейские события так. Иону не поглотили волны, и буря утихла. «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». Ниневия обратилась от греха, перестали делать зло. Твой замысел о них, Господи, исполнится через строптивого пророка. «Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». «Эти события, Господи, Ты подвигаешь нас в благодарность Тебе, что посреди этого бушующего моря Ты хранил нас столько лет и привел нас к познанию Тебя, Иисус Христос, через проповедников Твоих, которые донесли до нас Святой Евангелие, непривежденным в истолковании святых отцов в православной церкви. Благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». «И этим припевом благодарим Тебя, Господи, за милость Твою неизреченную». «Наполнить все 204 библейских события, какие мы находим в нынешнем покаянном каноне Андрея Критского». «Почему за 1300 лет церковь не предприняла попытки подобием нынешнего покаянного канона возвести людей на третью степень словословия Бога, чтобы песня искупленных Час Божиих слилась с песню херувимов? А он мог выглядеть примерно так. «Господи, Ты позволил Ионе бежать у Тебя, войти в корабль с иностранцами, стать зарубежником, но потом Ты сохранил его в более надежном корабле в очереве Китая. Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Словов! Вся земля полна славы Его». Исаишестрий. «Какое чудо Ты сотворил, Господи, что целый столичный город так внезапно и скоро Ты поставил на колени, и они, не знающие истинного Бога, призвали Тебя, смирившись перед Тобой. О, как Ты велик! Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Словов! Вся земля полна славы Твоего». Долготерпеливый и многомилостный Создатель, как любишь Ты творение Твое, наделенное Тобой свободой действий, как Ты показываешь, что человек, думающий себе, что он избранник Божий, но не проникнут Твоими замыслами, бунтует против Тебя, ропщет и оказывается хуже, хуже, непокоривее блудного сына, возвратившегося в отчий дом, и теперь нехочащего разделить радость этого возвращения со своим отцом. Но Ты и Его увещеваешь, чтобы Он вместе со спасенными воспил Тебя. Аллилуйя! Свят, свят, свят Господь Словов! Вся земля полна славы Его! Такой длинной службой, утомительной и не приводящей к сокрушению, шаблонно делается попытка ввести людей в покаянное состояние, но это абсолютно не достигается, а практически такой цели и не ставится. Эти пяти и более часовые стояния выражаются в словах «Отстоял службу» и этом все кончается. Шаблонно-трафаретный перенос канона и такое монотонное непонятное чтение совершенно не достигает цели, как говорит о том Феофан Затворник, говоря о церковно-славянском языке. Евангелие не читается, очевидно потому, что в самом каноне многократно напоминаются евангельские события.